Всем привет, друзья! Вы ждали ответы на вопросы? Вот они и подъехали! Можно сказать, что одну большую мышцу, например, грудную, да, нужно качать один раз в неделю, потому что она восстанавливается от 5 до 7 дней. Если ты хочешь полного восстановления, чтобы она полностью зажила и максимально восстановилась, тебе нужно подождать одну неделю. Если же ты качаешь маленькие мышцы, такую как бицепс, либо, я не знаю, трицепс, ну, руки, короче, либо плечи даже, то их возможно качать через каждые 3 дня. Делаем вывод такой, что если по своей программе тренировок ты качаешь большие мышцы 2-3 раза в неделю, допустим, даже 2 пусть раза в неделю, то они восстанавливаются не полностью, и ты получаешь менее эффективную восстановительную функцию, да. Но есть еще другая, например, сторона. Если ты эндоморф, то тебе вполне подходит эта программа тренировок, потому что каждый день ты занимаешься, каждый день ты тратишь калории, и, естественно, организм твой сжигает калории, и ты худеешь. Но если ты эктоморф, то эта программа не особо подходит, потому что эктоморфам достаточно качаться 3 раза в неделю, а лучше даже 2, потому что чем меньше они тратят энергии, тем для них и лучше, потому что чем больше энергии сохраняется, тем больше шансов, что они наберут мышечную массу. Если же ты качаешься на турниках и брусьях еще каждый день, то самый-самый оптимальный вариант, ты наберешь отличный рельеф. О мышечной массе тут разговора идти не может, если ты эктоморф. Если мезоморф, то занимайся, это отлично подходит, ты будешь худеть, и все будет хорошо. Даже о восстановительной функции речи идти не может, тебе нужно похудение. Организм будет тратить больше и больше калорий, то и ты похудеешь. Я надеюсь, я ответил тебе полным развернутым ответом, ты все понял, и решай, если ты эктоморф, то лучше не заниматься по этой программе, если мезоморф или эндоморф, то можешь заниматься, это нормально. Желаю тебе успехов, переходим к следующему вопросу. Вперед! Андрей Леонтьев спрашивает, а что если у меня не только одна сторона пресса чуть-чуть выше другой? Но это не особо напрягает, а еще одна сторона каким-то образом развита, правая больше. И косая, и прямая. Упражнения при этом всегда выполняю симметрично. Косые вообще акцентировал, но не качаю. Братан, смотри, проблемы могут быть две, на мой взгляд. Первая проблема это сколиоз. Если у тебя есть сколиоз, то у тебя немного искривлено плечо, да? То есть оно немного одно вниз идет, другое вверх. Ну или много, зависит от степени сколиоза, конечно же. Смотри, если... Блин, сейчас я спалюсь, короче, что я в подштанниках снимаю. Смотри, короче, если я наклоню плечо, да, то вот получается пресс искривляется. Один кубик идет выше, другой ниже. И таким образом получается, что одна часть пресса находится в таком, ну, более обширном таком положении. Каждый кубик все кажется больше, и они так идут вверх. Это происходит из-за натяжения. Вторая сторона, она такая меньше и такая, ну, незначительная получается. Это, естественно, происходит из-за сколиоза. Вторая причина – это деформация ребер, да, по бокам вот эти ребра, которые все-таки сплочают вот ваш пресс, да, такой объединяют, объединяют ваш кор, и получается красивый пресс. Но если эти ребра деформированы по какой-то причине, возможно, травма, возможно, какое-то заболевание, возможно, заболевание печени. Если печень расширена, то, возможно, ребра тоже, как бы, оттопыриваются, да, и получается криво. Возможно, из-за желудка по той же причине. Если он растянутый, то все органы тоже, ну, как бы, под давлением, и ребра, получается, немного выпучены. Вот, причин много. Если у тебя деформированы ребра, то, естественно, у тебя будет и кривой пресс. Зен Икс спрашивает, полгода задрачиваю турник и гантели, с нуля неплохо поднял массу. Сколько нужно времени, чтобы битку, как у тебя, вкачать? Питаюсь на массу и по максимуму тренюсь. Знаешь, в чем прикол? Я тебе объясню. Я, когда качал битку, я вообще особо не запаривался о массе, мне просто в кайф было подтягиваться обратным хватом, да, вот так. Я подтягивался, наверное, обратным хватом года 4, потому что не умел таким прямым подтягиваться, поэтому подтягивался обратным. И мне это нравилось, и я довольно много повторений делал. И у меня битка, естественно, развилась только из-за этого, потому что остальные мышцы слабые были. Я подтягивался обратным, и всю нагрузку принимала, конечно же, битка. И она стала большая. Она увеличилась в размерах больше, чем, ну, по сравнению с другими мышцами. И это, конечно же, мешало развитию других мышц, потому что она ворвала всю нагрузку. Вот. На питание я практически никакого внимания не обращала. Я даже не знал, как правильно заниматься первые 2 года, возможно, может, 3. Потому что я занимался дома, и мне просто было под кайф. Это мое хобби было. Вот. И питание совсем не важно. Если ты качаешь бицепс, ты должен питаться, ну, как все обычные люди. Потому что, если ты тренируешься каждый день, то у тебя, например, если ты новичок, да, то у тебя первые 2 года будет активный рост идти. Если ты бомбишь какую-то одну мышцу, например, я бомбил 3 упражнения. Это были скручивания на пресс, это были отжимания и подтягивания. Вот эти все мышцы у меня, естественно, развились. То есть у меня довольно неплохо грузь развита, нижняя часть. Хорошо пресс развит, потому что я бомбил скручивания. И бицепс хорошо развит, потому что я подтягивал себя обратным хватом. Вот. Эти 3 группы мышц довольно хорошо у меня развиты. И это все не потому, что я там питался как-то просто ого. Это все потому, что я первые года своих тренировок убивал просто эти мышцы. И они просто начали доминировать над всем телом. G-W-Y-N-B-L-E-I-D-D спрашивает. Привет, а ты не собираешься обновлять камеру там на зеркалку какую-нибудь? Братан, собираюсь. Как только вот на ютубе начну что-нибудь зарабатывать. Ну как что-нибудь? Мне нужно зарабатывать, ну, 700 евро хотя бы в месяц, чтобы купить нормальную камеру. Верно? А так нет, пока что не собираюсь. Снимая на Sony X1000, я ее и так купил за... Ну, она стоит где-то около 500 евро. То есть она стоила столько, да? Сейчас поменьше немножко. Это экшн-камера довольно неплохая. И она мне нравится, потому что она маленькая, ее можно таскать везде. А эту бандуру, зеркалку купишь, блин, будешь как Войтенко ходить с ней, блин. Руку качать только и все. Никита Селяков спрашивает. Явно улучшил качество видео. Смотреть приятно и даже как-то уютно. Мне 13 лет, и я думаю, летом тоже начать вести свой канал на тему воркаута. Как думаешь, стоит? Для того, чтобы заводить свой канал, нужно иметь очень много вещей. Это не все так просто. Во-первых, нужно быть начитанным. Во-вторых, подкачанным. У тебя должен быть какой-то опыт. Какая-то фигура должна быть, чтобы люди тебя смотрели, и ты мог чему-то их научить. Третье. Ты должен знать, что тебе нужно вообще. В 13 лет люди этого не знают. Они думают, если они завели канал, то все, сейчас у них просто подписчики горами побегут. Нет, к тебе никто не побежит. Потому что... Четвертое. Ты маленький. Тебя будут смотреть также детсадовские люди. Ни один взрослый тебя смотреть не будет. Это я тебе 100% говорю. Честно говоря, я вообще не понимаю, зачем дети создают каналы, на что они надеются. Я, возможно, разрушаю вашу надежду сейчас, но оно так и есть, ребят. Вы ничего не добьетесь в этой сфере. Если вы не выросли, если вам 13-12 лет, то это абсолютно бесполезно. Идеальное время создать канал, если вы уже готовы, если вы взрослый, хотя бы 18 лет есть. Если вы чего-то достигли, если у вас есть хорошее атлетическое тело, ну, не атлетическое, блин, я бы не сказал, что у меня атлетическое, но хоть что-то я достиг, да? И вы должны это передать людям, чтобы люди тоже видели, что у вас есть какой-то результат. Если они не видят никакого результата у вас, они просто смотреть не будут. Зачем им это надо, особенно если вы маленький? Душевно прошу простить меня, если я вас обидел, расстроил, разочаровал, но пока вам нету 18 лет, ну, ладно, если вы накачаетесь к 17, вы будете в хорошей форме, можете в 17-16, но пока вы не в хорошей форме и у вас ничего, никаких данных нету для того, чтобы открыть YouTube-канал, не надо, пожалуйста. У меня почему-то на телефон не загрузились оставшиеся вопросы, там их было еще три, я их запомнил. Брат спрашивает, можно ли накачаться, просто кушая каши, там, гречку и остальные, потому что у него нет денег на яйца и нету на мясо. Но начнем с того, братан, что мышцам нужно по крайней мере две штуки, из-за которых они будут расти. Это, естественно, как мы знаем, углеводы и белки, ну и желательно, конечно же, жиры в определенном проценте. Следовательно, из каш ты будешь получать, ну, углеводы. Откуда ты будешь брать белки? Не, есть, конечно, такой вариант, что если ты целыми днями будешь кушать гречку, просто постоянно, тогда, возможно, ты наберешь определенное количество белков, потому что в гречке они также содержатся, да, где-то 12 граммов и где-то около 70, где-то 65 граммов углеводов. Ты наберешь очень много углеводов и, возможно, наберешь достаточное количество белка, но ты представь, сколько тебе съесть гречки придется. Я знаю ребят, очень много ребят, которые поднялись, ну, накачались на гречке и на куриной грудке. Они просто постоянно ели это. Я не знаю, от этого можно уже плевануть, если много есть. Гречка и куриная грудка. Масса просто растет на дрожжах, но нужно к этому привыкнуть и не получить отвращение, потому что отвращение можно получить через пару дней. Ну, окончательный ответ такой. Массу можно набрать и на одной гречке, и на одном рисе, но, естественно, придется очень много есть и придется очень сильно постараться. Следующий вопрос был, какие элементы я умею делать на турниках и на брусьях? Ну, для начала я умею делать выход на одну руку, второе, я умею делать выход на две руки, третье, я немножко пробовал делать передний вис, но у меня получается там буквально секунда-две, вот так максимум, секунда-две-полторы, неважно, ну, мало, короче. Будем тренировать, качать эту тему, да, делать вот эти упражнения, основу переднего виса летом. Попробуем делать там всякие выходы принцев, я не знаю, королей, принцесс, неважно, я не особо разбираюсь в этих всех элементах, но хотелось бы попробовать. Следующий вопрос был, как побороть лень? Братан, я записал отдельное видео на эту тему, ты можешь его посмотреть, я не знаю, если оно вышло, то оно вышло, если нет, то выйдет. И я могу сразу сказать, ни у одного человека не должно быть слова лень. Если у тебя есть слово лень, то это значит, что ты не хочешь. Это не лень, ты не хочешь просто. Если у тебя нету лени, ты хочешь. Есть два слова, хочу, не хочу. Если ты хочешь, ты делаешь. Если не хочешь, если не хочешь, то ты не делаешь. И еще, как побороть лень? Если ты не хочешь что-то делать, ты должен начать это делать. Это единственный способ побороть лень. Если ты не хочешь идти на тренировку, ты обязан пойти, и уже пути назад не будет. Ты же на полпути не захочешь домой пойти. Если тебе лень начать делать уроки, либо, я не знаю, работу какую-то, то ты должен начать это делать. Если ты начнешь, то пойдет и пойдет и пойдет. Мозг автоматом настраиваться на дело, и тебя просто будет не остановить. Вперед. Ну вот и все, все вопросы подошли к концу, а так спасибо огромное за ваш просмотр, надеюсь это видео вам понравилось, максимально понравилось, поставьте лайк, не забудьте, подпишитесь на канал, всего вам хорошего, увидимся в следующих сериях, пока!